Большие города путешествуют по Казахстану и изучают Тонкости туризма Северо-Казахстанской области сегодня в программе И Монтау-Жемчужина с Северного Казахстана Горы, озеро, остров. Край чудес ждет своих туристов Прелести зимней рыбалки На улице минус 33 Где, если не на севере, почувствовать прелести настоящего зимнего отдыха Мы в Имонтау В Северо-Казахстанской области есть своя природная жемчужина Которая входит в десятку туристических мест республиканского значения Ежегодно привлекает отдыхающих со всей страны Аиртауский район региона считается самым туристическим Здесь находится Имонтауско-Шалкарская курортная зона Которая пользуется огромной популярностью в летнее время Однако сегодня мы покажем вам Имонтау снежный И докажем, что зимой здесь есть чем заняться От Петропавловска до села Имонтау 273 километра От Кокшетау 90 Добраться можно на личном транспорте Расстояние от столицы около 400 километров Почему эта местность носит такое название? По одной из версий Имонтау трактуется как священная гора По другой она названа в честь местного жителя Имана Якобы владевшего этими землями в Средневековье Существует даже легенда о загадочном прародителе Этот камень поставили местные жители Знак благодарности основателю села Иман Его звали так, он был Иман-баем Он в свое время здесь основал село И когда умирал последний, он ушел в лес Его не нашли И потомки не знали, где он умер И где он захоронен И в честь этого они поставили камень И здесь читают молитву в честь него В честь благодарности ему Оказать благодарность, что он в таком хорошем месте основал село Природный комплекс входит в Национальный природный парк Кокшетау Здесь есть географический объект необычной формы Остров в виде сердца посреди озера Несомненно понравится тем, кто в поиске нерастиражированных интересных туристических локаций В народе эта возвышенность называется Татарская сопка Отсюда Иман-тау виден как на ладони его красоты Горы, озеро и остров Озеро Иман-тау находится в бассейне реки Ишим К нему вплотную примыкает одноименная гора Иман-тау На юго-восточном берегу расположено село с таким же названием Об этом населенном пункте можно привести несколько интересных фактов Когда основали этот поселок, как после переехали переселенцы В этом месте, во всем, в этой округе, только здесь, в Монтаве не продавалось спиртные напитки В данное время, вот поселок делится на две части, змейка, речка делит В данное время тоже интересно, в этом крае в магазинах спиртные напитки не продаются Дань к тем, к истории дань отдают Отсюда также можно увидеть небольшой островок в форме сердца, который в народе называют казачьим По легенде, в начале 19 века остров связывался с береговой зоной двумя косами И на нем проводился сход казаков Покрыт он редким для этих мест кустарника-можжевельника казацкого Еще один интересный факт об этом поселении Иман-тау, единственная деревня в Казахстане, которая занимается кластерным выращением цветов Мы приехали в теплицу К слову, Иман-тау небольшое село, здесь проживает около тысячи семей 150 из них занимаются тепличным бизнесом Уже, наверное, через месяц здесь начнется работа, кипит Это будет работа такая интересная Начнут выращивать цветы, питунья, тагетис и все остальные И уже в начале мая эти палетки будут полностью засажены распустившись цветами Курсы на которых люди могут посмотреть, изучить, спросить и даже купить цветы И это будет называться селфи-тур С этого сезона сельчане планируют не только реализовывать цветы в соседней области А также использовать благоухающую красоту как турпродукт Пробудить интерес у жителей села, заниматься круглогодичным туризмом Помогла Казахстанская ассоциация агро-сельского туризма Итог, здесь даже открыли первый гостевой дом Вот это гостевой дом, получается, впервые Ямантал открыли в селе, в сельском доме гостевой дом открыли Это тоже благодаря нашей работе, ассоциация агро-сельского туризма Мы начали с осени работать в поселке Ямантал Получается, здесь теперь не хватает зимних гостевых домов И получается, местные жители впервые запустили такое Мы им показательно показали поселок Сятте Вот поселок Сятте работает в таком направлении, именно можно в частном доме принимать гостей Гостевой дом со всеми удобствами рассчитан на 8 спальных мест Цена аренды за сутки, внимание, всего 11 тысяч кингем Есть здесь сезоны отдыха, которые работают довольно длительное время Многие из них рассчитаны только на летний сезон Но с каждым годом число предпринимателей, переходящих на круглогодичный сервис, растет Строится зимний корпус на 6 комнат Четыре домика на 4 места Кафе, летняя терраса Можем посмотреть, да, уже что-то готовое есть? Есть пару домиков, которые уже находятся, скажем так, на консервации зимней А летом они уже полностью готовы У Ильнара Галямшина уже есть действующая туристическая база, которая принимает гостей в зимний период Гостям он предлагает баню с прорубью, зимние прогулки и, конечно, рыбалку Если вы думаете, что зимой на озере делать нечего, вы ошибаетесь Здесь можно рыбачить, хотя данный вид отдыха я до сих пор не могу понять Пойдемте Здравствуйте, а можно к вам? Любители спокойного отдыха на природе отправляются на озеро с палатками, чтобы в тишине половить окуня Но покой столичного рыбака Юрия нарушила наша съемочная группа Он любезно нас пригласил к себе и рассказал, что для него значит этот вид отдыха На мой взгляд, рыбалка – это хобби Так, чтобы уехать от суеты, отдохнуть, собраться мыслями Вот, и уже со спокойной такой душой приехать обратно в город, начать всю эту поседневную суету Рыбалка, в общем, отдыха Тут главное процесс, а не сама цель То есть, не важно, есть рыбка или нет, говорит Юрий А еще у каждого рыбака есть свои поверья Есть такие поверья, да, вот у рыбаков, вот у меня, допустим, да, вот я вторую рыбу всегда отпускаю Почему? Ну, как бы, вот такое свое поверье Всегда, когда так делаю, наверное, мне кажется, что клюет лучше Но если вам по душе активный отдых, здесь найдется и для вас развлечение Хотите ощутить адреналин, мороз, ветер и солнце? Садитесь на снегоход и поездите Хотите почувствовать себя девушкой-войном в национальном костюме? Прокатиться верхом на лошади? Приезжайте на север Казахстана! Здесь эти впечатления обеспечены Зима – отличное время для конных прогулок Так как именно в это время года можно попасть в места, которые летом практически недоступны Ведь в холодное время года заболочные участки местности замерзают, а высокая трава опускается Ну и бонусом деревья, покрытые белым пушистым снегом, сделают прогулку незабываемой Есть еще один вид отдыха – прогулки в зимнем лесу Правда, не верхом, а ближе к земле Его величество – лыжи Вообще классно, супер Сделали круг В лесу, вокруг леса Вообще прям море эмоций, природа, свежий воздух Вообще вау, ощущения, конечно Отлично вообще, классно Жара, дорога классная, лыжи хорошие Лыжи, сказать, отлично Погода супер Правда, пришлось сразу новую прокладу после снега, так отлично Лыжи, снегоходы, баня – это залог здорового образа жизни Залог активности Приглашаем всех, не только в наши туры, но и в целом активно выезжать на выходные за город Welcome in the Mantao Подводя итоги, хочется сказать Если вы уже устали от привычных маршрутов Выходные – это отличное время, чтобы познакомиться с новым местом В Mantao у вас есть все шансы Как следует отдохнуть, повеселиться и провести день с пользой Главное – помните Сколько снега здесь, сугробы Приедете вы в Mantao, одеваете обувь закрытую, не как я У меня все ноги уже в снегу Это проект «Большие города» Мы вещали из Mantao До новых встреч в новых местах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok